Между российскими музыкантами разгорелся скандал, который требует судебного вмешательства. Брат Владимира Кузьмина Александр требует с Ярослава Сумишевского 50 миллионов рублей из-за авторских прав на песни. Вас приветствует Старс Эксклюзив и сегодня мы расскажем, какая беда нависла над Ярославом Сумишевским. Гастроли певца Ярослава Сумишевского, обладателя нескольких статуэток шансон года, участника телепроектов «Три аккорда», «Маска» и «Аватар» расписаны на несколько месяцев вперед. Однако в этом году зрители могут не услышать любимые песни. Автор хитов Сумишевского, брат рокера Владимира Кузьмина, подает в суд на артиста. Александр Кузьмин намерен запретить исполнение сразу нескольких композиций, которые в свое время принесли популярность Ярославу и до сих пор пользуются успехом у зрителей. «Я познакомился и начал сотрудничать с Ярославом еще в 2008 году», – рассказывает Александр Кузьмин. «Я жил за океаном и оттуда курировал его раскрутку, знакомил с нужными людьми, писал песни. Например, мою песню «Алена Сумишевский» спел на одном из международных конкурсов, где занял первое место. Александр Кузьмин и Ярослав Сумишевский действительно когда-то работали вместе. Спустя несколько лет сотрудничество вышло на новый уровень. Ярослав Сумишевский стал участником проекта «Народный махор», который продюсировал и спонсировал Александр. В 2012 году мой супруг создавал песню «За песни» для Сумишевского, рассчитывая превратить мальчика из общежития в настоящую звезду. Хиты действительно были классные, публика их полюбила, продолжает жена и директор Александра Наталья Кузьмина. Так, песня «Сезон дождей» принесла известность начинающему артисту. Он пел «Женщину войну» и «Избранницу», которую изначально муж написал для Николая Баскова. Саша вкладывал в карьеру Сумишевского все силы и время в надежде, что они вместе будут продолжать концертную деятельность, гастролировать и так далее. Но тандема не получилось. А вскоре Александр узнал, что его протеже начал выступать самостоятельно с тем репертуаром, который создавался в рамках проекта. Хотя, по словам автора, композиции Сумишевский не выкупал и даже разрешения на их исполнение не спрашивал. Кузьмин был в шоке. Тем более, что на своих концертах, собирая полные залы поклонников, Ярослав не упоминал моего супруга как автора, просто один за другим исполнял любимые народом хиты. На телевидении то же самое, в музыкальных телепроектах он вовсю поет песни Александра Кузьмина. В интервью «Ни слова об Александре» везде твердит, что раскрутился самостоятельно, возмущается Наталья Кузьмина. То есть он просто кинул своего автора. 8 лет назад муж вызвал Сумишевского на разговор, запретил исполнять его хиты. Но все эти годы Ярослав этот запрет игнорируют. А ведь у нас запланирована серия концертов, где мой супруг и автор этих песен намерен преподнести слушателям свои композиции в авторском исполнении. Это его творение. Теперь композитор решил раз и навсегда поставить точку в этом споре. Александр Кузьмин подает иск в суд с требованием запретить Ярославу Сумишевскому исполнять его репертуар и компенсировать нанесенный ущерб. У меня юридическое образование и я прекрасно знаю, как отстаивать интеллектуальную собственность, права на которую были грубо нарушены. Я не поленюсь и отсмотрю все концерты Сумишевского, подсчитаю количество спетых им песен и буду требовать компенсацию. По приблизительным подсчетам, наш иск будет на 50 миллионов рублей, предупреждает Наталья Кузьмина. Считаю, что так мы восстановим справедливость, ведь артист много лет получал огромные гонорары, а автор сидел без копейки отчислений. Сам Александр Кузьмин признается, он до последнего не хотел войны. Я человек спокойный и неконфликтный. У меня в репертуаре 300 песен и мне как композитору очень приятно, что их слушают миллионы людей. Я никогда не сказал бы ничего против, если бы меня просто упоминали как автора, но такое отношение уже перешло все границы терпения. С момента публикации данной статьи я официально объявляю запрет Ярославу Сумишевскому на исполнение и трансляцию каких-либо песен моего авторства. А серьезность своих намерений буду доказывать уже в суде, заявил Кузьмин.